Будем честны, Иисуса убили. Люди, а вот какие люди, был близок к деньгам и очень любил их. А мы надеялись, там такие слова используются. Будь как все, ты почему отличаешься? Ты что, самый святой? Всем привет, это подкаст «Книга книг», меня зовут Владимир Шевчишин, и сегодня у меня в гостях Роман Кисаков. Первый вопрос, который я хотел бы вам задать. В живописи очень распространен сюжет «Тайная вечеря». Как он связан с Пасхой? Да, значит, мы знаем с вами, что в Ветхозаветний период праздновали Пасху, собиралась семья, заколали Агнца, съедали его с травами горькими, с обресноками. Но вот интересно, что в Новом Завете, когда уже Иисус, когда уже Агнец был на этой земле, когда Он уже ходил, исполнял свою миссию, в завершении своего служения Он говорит своим ученикам, «Поедите, приготовьте, нам есть Пасху». И вот тот момент, когда они приготовили эту Пасху, когда они в тот вечер вкушали её, и Он снова открывал им, скажем, будущее, о своей участи, говорил о том, что Он пострадает за весь род людской, то вот этот вот момент, он и называется вечерей Господней, то есть тайная вечера. Почему тайная? Потому что там были только ученики, был Иисус, и была очень важная личная беседа. И вот поэтому сегодня в искусстве об этом говорится так часто и много. А где происходило это событие? Нашли ли это помещение? Вот когда художник рисовал эту картину, интересно, уже тогда было известно, в каком именно здании это происходило? Или он включил, скажем, фантазию и нарисовал по-своему? Ну, художники рисовали, как каждый видел. Кто-то видит это там за столом, кто-то видит там, что они лёжа. Лёжа все. На самом деле это было лёжа. Это было лёжа. Никак в картине. Потому что если раньше ели Пасху стоя, то они уже в первом столетии, в начале, её на самом деле ели лёжа и омывали ноги. Ну, скажем, всем тем, кто был на этой вечере. Но в Евангелии написано, что ученики спрашивают ему, где велишь нам приготовить? А он отвечает, что вам нужно пойти в город, вы там увидите человека, несущего кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который он войдёт, и скажите, где комната, в которой бы нам есть Пасху с учениками моими. И он вам покажет гордницу большую, устланную. Там приготовьте. То есть мы видим с вами, что-то было, скажем, такое, было Божье провидение. Увидите человека, скажите. И там уже будет комната готова. То есть всё готово к тому, чтобы совершить Пасху. То есть сейчас, если мы откроем поисковик и попробуем найти это помещение, мы не найдём геолокацию и не сможем посетить это место и сказать точно, что вот здесь был Иисус. Мы не можем найти геолокацию. Это был один из иудейских домов. Горница, вторая часть дома, она очень часто была без крыши, но на ней также было, скажем, такое жилое помещение. Написано, что там вот в этой горнице они поднялись, там было всё устлано, подготовлено, и там произошла эта последняя беседа перед тем, как Иисус будет распят. А зачем Иисус омыл ноги своим ученикам? Было ли это нормальным в то время? Пасха связана с Агнецем. И Агнец имеет образ смиренный. И Иисус также совершал своё служение в очень непростых условиях. Он оставил небо и спустился на эту землю и ходил по этой пыльной земле. Но ученики, они не были готовы к смерти Иисуса и не хотели этого. Они мечтали об установлении земного царства. И мы знаем с вами, что в канун Пасхи, так и написанной Евангелии, и даже в тот момент, когда они шли совершать Пасху, между ними состоялся такой вот диалог интересный. Кто из нас больше? Кто из нас главный? Кто из нас будет по левую, по правую сторону? Вопрос иерархии. Кто начальник? Кто начальник? Кто директор? И мы видим с вами, что обычно, когда собирались люди возлежать, то слуга, он омывал ноги всем возлежащим. И вот в тот момент, когда кто-то из учеников должен был догадаться, или должен был взять на себя эту роль, омыть ноги всем, такой не нашелся. И в Евангелии от Иоанна, в 13 главе написано, что Иисус, Он встал, что Он приповясался, и Он начал омывать ноги ученикам. Да, встал с вечера, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, приповясался. То есть мы видим такой вот наглядный образ раба. И Иисус, имея такое высокое положение, исцеляя людей, воскрешая, будучи Сыном Божьим, Он начинает умывать ноги ученикам. Это вызывает, конечно, недоумение, но вместе с недоумением и с восхищением это вызывает стыд за свое поведение. Ну да, обычно, если рассматривать образ наставничества, есть мастер, который профессионал в какой-то узкой специализации. У него есть человек, который у него учится, какой-то молодой, предположим, подросток, и он выполняет всю черную работу, можно так сказать, всю черновую работу. Мастер работает, скажем так, если это художник, то только там на творчество. Или если это гончар, то вот он работает над своей работой. И ни в коем случае даже в голову не придет, что этот мастер будет мыть ноги тому ученику, который у него учится, вот этому вот мастерству. А здесь это происходит как раз. Получается, вот в этом учении, которое преподносил Христос, быть меньшим — это определенное преимущество с точки зрения Иисуса Христа. Да, именно поэтому апостол Петр говорит, «Господи, Тебе ли умывать нам ноги?» Но поскольку они подходили к очень важным символам Пасхи, опять заметьте, какое трепетное приготовление к Пасхе, и как Иисус готовит сердца к Пасхе, потому что они подойдут к символам очень важным, указывающим фактически на то, каким будет спасение человека, нелегким для неба. И вот они должны были быть к этому готовы. И вот это вот нагомовение перед вечерей, которое Иисус установит, и дальше Он скажет, что «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Вот сегодня, если спросить наших друзей всех, а вы тоже так готовитесь к Пасхе? И вы омываете ноги тем, с кем вы, скажем так, готовитесь к Пасху встречать, или, может быть, вы в конфликте, или вам тяжело простить, то мы видим с вами, что Иисус не просто укоряет их в поведении, но Он устанавливает целый обряд и заповедает дальше, чтобы они то же самое делали в будущем. Не чувствуя при этом какое-то унижение. Абсолютно, да. При этом ощущает свой статус и свою значимость. Он им очень легко и просто говорит, «Я Господь и Учитель, если я умыл вам ноги, то и вы должны умывать друг другу». То есть это был обряд, который в будущем поможет преодолевать гордость и, проявляя смирение и прощение, подходить с достоинством к символам Пасхи. На Пасхе также было вино и был хлеб, вот если кроме нога омовения. А что это символизирует? То же Евангелие, то же слова Иисуса, и тоже очень глубокий смысл. «Я хлеб живой, сшедший с небес, ядущий хлеб сей, будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». То есть этот хлеб символизирует плоть Христа. Вместе с этим это очень духовный символ. Мы читаем с вами, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Поэтому это символ духовного хлеба, это символ плоти Христа, это символ жизни, это то, что питает верующего человека, его духовную жизнь и помогает ему сохранить эту связь с Богом. И как Христос был чист, так хлеб, он был без закваски, без эффекта брожения. И вино тоже было не брожённое, это был виноградный сок. То есть чистый хлеб не брожённый, чистое вино не брожённое. Всё чистое, как сам Христос был чист. Да, нельзя было использовать то, что прошло ферментацию. Это символ греха в Библии. И поэтому апостол Павел пишет о том, что Христос, плод не имеющий никаких символов закваски, греха или чего-либо. Поэтому на этой вечере использовались чистые символы. Мы знаем, что Пасха предшествует определённому событию, очень важному. Знали ли ученики о том, что должно было вот-вот произойти с Иисусом? Они знали, но написано, что каждый раз, когда они слышали из уст Иисуса о страданиях и смерти, они не могли это вместить. Поэтому догадывались ли ученики, что случится после этой вечери, после этой Пасхи, Пасхи Нового Завета? Можно сказать, что нет, они не догадывались, что уже всё так очень близко, так быстро и молниеносно произойдёт. У них была возможность догадаться или действительно понять? Или они частью понимали, но не хотели в это верить, потому что думали, что будет всё-таки другая участь, и как-то всё будет иначе? Они надеялись, как сказано в Евангелии от Луки 24 главе, а мы надеялись, там такие слова используются. На самом деле я убеждён в том, что в этот момент они не понимали, что всё так быстро уже и так близко, потому что дальше они идут в Гефсиманский сад. Встречаясь с событиями Гефсиманского сада, мы видим с вами, что реакция у них была, реакция неподготовленных людей. Они убегают. Будем честны, Иисуса убили. Кто и почему хотел убить Иисуса Христа? Да, люди, а вот какие люди? Да, мы обычно говорим, вот смерть Иисуса Христа. Хорошо, смерть. А кто и почему хотел убить, не всегда это, вот скажем так, выносится на первый план, на рассмотрение. Приближался праздник опресных, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Им было невыгодно это. Да, а книжники и фарисеи столкнулись с личностью Христа, который был абсолютно чист, не шёл на компромиссы с грехом, не возвышал статус личности человека, а возвышал истину и праведность. И поэтому этот святой и чистый образ, он обличал их грешную жизнь, обличал формализм, обличал лицемерие, обличал эту пафосность и отсутствие сострадания к людям, обличал вот эту религиозность, не имеющую жизни в себе и не имеющую смысла. И поэтому, видя эту трагедию, мы читаем с вами, сколько людей одержимых, бесноватых было во дни Иисуса. То есть, с одной стороны, люди были во грехах, жили во грехах, и дьявол господствовал в жизни людей. С другой стороны, была очень чёткая религиозная система, которая не подпускала праведность, по большому счёту. И поэтому Иисус, Его Личность, она вызвала очень серьёзный диссонанс. Дальше терпеть Иисуса было невозможно. В принципе, всегда в обществе, когда появляется правильный человек, даже сегодня, это вызывает некое смущение. И говорят, будь как все, ты почему отличаешься, ты что, самый святой? И вот нечто подобное, только очень ярко выражено, в те годы происходит. И поэтому потихоньку, потихоньку, смерть Иисуса становится неизбежной в том обществе, где дьявол торжествовал. В обществе, где Иисус, по сути, был невыгоден религиозным лидерам. Его жизнь очень сильно обличала их. А что означает выражение «продать за 30 серебряников»? И как вообще это появилось? В Библии упоминается несколько раз. Во-первых, мы читаем с вами, что почему не 29, а не 35. Это интересно. В книге про Казахарий мы читаем с вами о том, что предсказано, что Иисус будет за эту цену продан. Все-таки символизм есть. Да, есть символизм. Но это не случайно, потому что в книге «Исход» в 21 главе и в стихе 32 я хочу прочитать. Здесь написано, «Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 стиклей серебра, а вола побить камнями». Эта цена в древности отображает цену раба. То есть Иисуса тоже продают за цену раба. Он послужил на вечере Господней в образе раба. Его оценили, как, да, его платили цену раба. Но это не была небольшая сумма. В одни Иисуса этот эквивалент — это 4 месяца работы. Поэтому сказать о том, что Иуда обеспечил себе какую-то там беззаботную жизнь, нельзя. Это всё-таки происходит символично, это происходит очень низко, это происходит очень корыстно. и по своей сути эта цена отображает больше вот тот образ, который Иисус понёс, будучи сыном Божьим. Почему Иуда предал своего учителя? Даже за такую сумму? Здесь очень интересный момент. Иуда надеялся, что, предавая Иисуса, он приблизит его воцарение, что Иисус не даст себя распять, Иисус явит свою божественность, и он таким образом поможет Иисусу скорее стать царём, потому что он видел въезд в Иерусалим торжественный, готовность общества поддержать Иисуса, и ему казалось, что он продвинет, но немножко и подзаработает. Потому что, если мы помним случай до Пасхи, до Вечери Господней, когда Мария очень дорогая мира разлила и помазала Иисуса, то тогда он говорил, а почему бы деньги-то не дать бедным и нищим? На что Иисус отвечает, что у вас всегда есть бедные и нищие, а она сделала благое дело, и об этом везде будет сказано. Он проявил такую как бы экономию, и он всегда, как казначей, был близок к деньгам и очень любил их. Иисус знал, что рядом с ним предатели, что он рано или поздно его всё-таки предаст. Почему Иисус позволял этому предателю находиться рядом такое долгое время? Как и всем, и многим, не только Иуде, Бог давал шанс и возможность остановиться и покаяться и увидеть эту Божью любовь, проявленную лично к Нему. То есть шанс был, он не был обречён. Да, он не был обречён. И когда Иисус омывал ноги всем ученикам, это сделал и Иуде. И он дал Иуде и показал, что он знает о его планах. Когда они были на вечере, Иисус говорит, что один из вас меня предаст. И Иисус знал, кто это. И Иуда понимал уже, кто это, потому что у него был заговор, у него были те мысли, и он уже готов был идти, чтобы договариваться. Поэтому Иисус подсказывает Иуде и показывает, что он на опасном пути находится. И он пытается его спасти и указывает ему, что, Иуда, вот ты идёшь этим путём, я знаю этот путь, это путь опасный. Но Иисус омывает ему ноги. Вы можете представить себе? И этим самым даёт ему возможность пережить это смирение, отказаться от своих планов и остановиться вот на пути этого замысла. Чем закончилась всё-таки история? Вот Иуда предал Христа, а дальше что? История Иуда заканчивается, как и история каждого грешника, который надеется жить со грехом, но в конце концов оказаться победителем. Мы читаем с вами, что Иуда, когда увидел, что план его не сработал, когда он увидел, что Иисус всё-таки идёт на заклание. Мне очень нравятся несколько моментов. В видео написано, что когда он предал Иисуса и дал его первым священникам, он сказал, поступайте с ним осторожно. То есть Иуда даже не ожидал, что Иисус позволит, чтобы его били и надругались над ним. И даже где-то он пытается остановить этих священников. То есть какая-то борьба у него была внутри. Да, он возвращается. Смотрите, что он делает. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осуждён, и раскаившись, возвратил 30 серебряников первым священникам. Говорят, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того? Смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, и дальше мы знаем, что с ним произошло. То есть Иуда приходит и говорит, я ошибся, я согрешил, он невиновен, остановите казнь, то есть остановите процесс. Но они говорят ему, а нам что до того? И Иуда понимает, что слова Иисуса, предупреждения его в отношении него были правы, и в отношении своей собственной участи были тоже правы, и что это агнец, заклонный от создания мира, а он предатель. А в итоге он умер или он так жил с этим грузом? То есть что с ним случилось? Да, Иуда не смог пережить это предательство. Написано, что он вышел и удавился. На самом деле Иуда повесился. В книге «Желание веков» есть более широкое описание. Толпа, когда шла с Иисусом на распятие, они увидели тело Иуды, повешенное на древе, которое под грузом своего веса упало, веревка оборвалась, и псы съедали тело. То есть это то проклятие, которое Иуда на себя обрек, предавая Иисуса. Я задавал вопрос еще немного раньше относительно того, был ли у Иуды шанс не предавать Христа? У него был шанс, у него были колебания вот такие. После предательства Христа у него был шанс как-то перенести это горе и все-таки умереть от старости в спокойствии, а не удавившись? Да. Или все обречен? Мы знаем с вами, что Петр тоже предал Христа, да? То есть он тоже трижды отрекся, но потом написано, что он горько заплакал, и он раскаялся, и Христос принимает. Иисус не умирает из-за Иуды, Иисус умирает ради Иуды. Иисус умирает, чтобы спасти всех грешников, и какой бы грех человек ни сделал, Иисус умирает, чтобы его спасти. Поэтому, когда Иуда пошел каяться, он не каялся о том, что он предатель, он каялся о том, что его действие производит определенные последствия, и он не желал видеть эти последствия. И вот поэтому каждый раз, когда грешники каются не о грехе, а о его последствиях, сожалеют, это ведет все-таки человека к дальнейшей греховной жизни, потому что потом человек о последствиях забывает и опять грешит, и это его не так сильно беспокоит. Поэтому вот у Иуды было поверхностное неискреннее покаяние. Если бы казнь Христа остановили бы, по его просьбе, он дальше бы в других областях делал бы то же самое, но это его отдаляло бы дальше от Бога. Поэтому это вот поверхностное покаяние, мы видим с вами, что он не смог его пережить, пошел и удавился. То есть, глядя на эту историю, мы можем сделать вывод, что надежда все-таки есть, если мы сожалеем о самом грехе, а не о последствиях. То есть, в первом случае, когда мы жалеем о совершенном грехе, мы вспоминаем об Иисусе, о том, что он нас прощает, мы говорим, что мы больше так делать не будем, просим у него помощи. Написано, что горе тому человеку, через которого сын человек, человеческий, будет предан. То есть, вот Юда на себе чувствует вот все то проклятие и все эту пагубность его этого ужасного действия. Когда три с половиной года Спаситель пытался, пытался достучаться до его сердца, пытался как-то его остановить, но это не получилось. Спасибо. Перед тем, как закончить наш подкаст, дорогие друзья, хочу напомнить, что вы можете перейти на наш сайт книгакник.инфо и пройти интересные курсы, которые помогут вам глубже изучить Библию. Роман, спасибо за интересную беседу. Спасибо за приглашение.